Добрый день! В прошлый раз мы сформулировали теорему о том, как представить монаду в виде сопряжения. Напомню, что у нас было. У нас была категория С, значит, монада, то есть эндофунктор из С в С. Ну и, соответственно, там есть ну из Т в квадрат в Т. Естественное преобразование это из тождественного функтора в Т. И мы строили D, это была категория Т-алгебра. Вот, ну напомню, что это алгебра. Это просто, ну вот, какой-то объект Х, допустим, категории С, вместе со стрелкой, допустим, H я ее назову. Не помню, как она в прошлый раз называлась. Вот, из Т от Х в Х. Вот такое, что что-то там коммутативное. Какие-то диаграммки коммутативные. Значит, во-первых, H должна быть односторонним обратным крытием, да? У нас есть Т от Х. Вот, и какая-то композиция, сейчас, чтобы не наврать H композиции с Т от Х, это тождественное отображение. Вот. Ну и, во-вторых, такая красивая коммутативная диаграммка, да? Значит, из Т квадрат Х в Т от Х, в Т от Х, А в Х, тут H два раза, а тут один раз можно сходить при помощи Ню, а другой раз можно сходить при помощи Т от Х. Вот, и эта диаграммка тоже коммутативная. Вот, это я напомнил, что такое Т алгебра. Вот, надо еще напомнить, что такое морфизм Т алгебра, потому что сейчас это нам пригодится, конечно. Значит, морфизм Т алгебр. Вот, это морфизм в категории С, но никакой попало, а должна быть, опять же, коммутативная диаграммка, да? Значит, Х, Y, Фи. Вот, должна быть коммутативная диаграммка. Если я нарисал тут H, тут тоже H, вот, и тут Т от Фи, то вот эта диаграммка должна быть коммутативно. То есть, морфизм в категории Т алгебр, это морфизм в исходной категории, но никакой попало, а с какими-то свойствами. Ну, точно так же, как мы говорим, например, что гоморфизм групп — это просто отображение теоретика множественной между двумя группами, но никакой попало, оно должно операции сохранять. Вот коммутативность этой диаграммы — это как раз и есть аналог сохранения операции. вот, хорошо, да, и то, что мы сформулировали, сформулировали… А, мы два функта еще построили. Мы построили функтор F из категории С в категорию D, которая по X выдает алгебру какую? Ну, вот просто T от X, на самом деле. T от X вместе с отображением из T квадрата от X, T от X — это просто ну. Да, потому что алгебра по определению — это пара из, собственно, объекта и вот такого морфизма. Вот, в качестве такого морфизма мы просто берем new. А вот, а G из категории D в категорию C — это был просто забывающий функтор, он X просто отправляет в X. Вот, ну тогда, естественно, сам функтор T представляется просто в виде композиции, это понятно, значит, G в композиции из F. Вот, но что нам хочется, это то, что F и G — сопряженные функторы, вот в этом и была теорема. Значит, теорема. F сопряжен слева к G. Ну, ту есть, давайте расшифруем. Значит, HOME в категории D, F от X, Y равняется, ну, и замолфим. Естественно, из замолфим HOME в категории C из X, ну, уже от Y я не пишу, я просто пишу Y. Значит, что такое? X — это объект C, X — это объект C, а Y — это на самом деле алгебра, то есть Y, она идет вместе с парой, ну, вместе с отображением из-за от Y в Y. Вот, ну, давайте построим просто явно эту объекцию. Значит, нам надо сказать, куда F переходит отсюда сюда. Значит, вот если у нас есть F, ну, F от X — это просто T от X, на самом деле, да, давайте я так напишу T от X просто. Вот, если у меня есть морфизм F из T от X в Y в категории D, вот, то что я могу сделать? Я хочу из него изготовить морфизм из X в Y, но у меня есть просто мое естественное преобразование, это, да, единица. Вот, и я могу взять композицию с F. Вот, так что правило слева направо, оно, значит, F просто переводит в F в композиции с этой. А это X можно написать. Вот, теперь я хочу наоборот построить стрелку справа налево. Так, ну, вот пси у меня какое-то есть, а пси — это что такое? Это морфизм просто из X в Y. Я могу применить T, T от пси, он будет из T от X в T от Y. Вот, ну, так, давайте я сверху напишу. Вот, но мне-то надо попасть в Y. А вот, ну, у меня есть H, которая отправляет от Y в Y. Вот, поэтому отображение в обратную сторону, оно пси просто переводит в T от пси в композиции с H. Вот, то есть заработали мы два отображения, слева направо и справа налево. Вот, ну, это можно все еще считать частью формулировки, да, потому что это мы шифровали, каким образом выглядит это естественное преобразование. Вот, и теперь надо доказывать теорему. Наказательство теоремы нам надо что проверить? Надо проверить, что композиция в обе стороны — это дождественное отображение, да? Вот, ну, давайте композицию в одну сторону возьмем. Фи сначала переходит в фи в композиции сета икс, а потом переходит в H в композиции с T от фи в композиции с T от eta икс. Вот, и надо доказать, что это просто фи. Да? Вот, ну, применим, применим тот факт, что H, что фи — это был маркфизм в категории D, то есть фи — это не оба какой маркфизм в категории C, а вот такой вот квадратик у нас коммутративный. Значит, вот такой вот квадратик у нас коммутративный, правильно? Поэтому T от фи в композиции с H, вот это вот, я могу переписать как просто H в композиции, эээ, фи в композиции с H. Эта штука — это фи в композиции с H. Значит, это поскольку так как фи маркфизм в категории D, маркфизм талкинг. Вот, ну а теперь H в композиции с T от eta икс. Вот, ну, хочется сказать, что это просто тождественное отображение, да? Ну, давайте это поймем. Значит, давайте теперь воспользуемся еще тем, что… А, эээ, я извиняюсь, это H, вот это H, который у нас тут есть. Это не просто H, это мю. А потому что это на самом деле мю на T от икс. Потому что, смотрите, у нас как выглядит структура алгебры на T от икс. Структура алгебры на T от икс, она берется посредством мю, правильно? Вот, то есть это вот H… Какой H? Это H от T от икс, то есть это на самом деле просто мю. Это просто мю на T от икс. Что? Значит, ну, смотрите, афи – это мафиз между чем и чем? Между T от икс и y. На y у нас есть своя структура алгебры. Вот она задается H каким-то. Вот. А на T от икс какая у нас структура алгебры? На T от икс мы договорились, что у нас на T от икс структура алгебры, которая берется с посредством мю. Вот. Ну, а теперь то, что мювка, вот эта штука равна тождественному, это просто одна из аксиом монады. Ну, давайте в этом убедимся. Значит, что тут написано? Теперь надо понять, что мю T от икс в композиции из T от икс – это просто тождественное отображение, значит, на чем? Это икс, он, значит, из икс… на T от икс, надо было говорить. Вот эта штука – это просто тождественное отображение на T от икс. Вот. Это просто аксиома монады. Ну, давайте я картинку нарисую, тогда вы вспомните, что это за аксиома такая. Значит, картинка такая. У меня есть и икс, у меня есть это икс, которая отправляется в T от икс. Теперь я захотел на все это навесить T. Вот. И теперь я захотел спуститься назад посредством ней. Вот. А тут написано коммутативность этой диаграммы. Ну, вот была у нас как раз ровно такая аксиома. Нет, смотрите, значит, еще раз. У нас фи – это стрелка между чем и чем. Фи – это стрелка между алгеброй T от икс и алгеброй y. Значит, алгебра на y – там любая какая-то стрелка, которую мы не контролируем, аж из T от y в y. Да. Вот. А стрелка на T от икс, мы ее очень даже знаем. Это просто сама mu. Потому что мы же просто так сказали, что у нас вот-вот этот функтор f вот так вот выглядит. Да, нет, нет, нет. Значит, еще раз. Что у нас было? У нас h – это создает структуру алгебры на y. Вот. А фи – это морфизм между двумя алгебрами. Но одна бы какая, вот, а другую мы как раз знаем. Другая – это просто T от икс. А на ней структура алгебры задается посредством mu. То есть вот в этой диаграммке вот то, что здесь будет, ну, там на самом деле вот так будет. Тут будет T квадрат, T от икс, а тут – mu. Вот. И вот эта вот диаграммка коммутативная. Вот этим я и воспользовался. Вот. Так. Это я доказал в одну сторону, что композиция в одну сторону. Я проверил, что если вот так вот пройтись, получится саму фи. Вот. Ну, теперь надо в обратную еще сторону. Значит, что мы там делаем? Пси сначала превращается в вашу композицию из T от Пси. А потом я еще беру композицию с от икс. И надо доказать, что это саму Пси. Вот. Но тут надо чем-то снова воспользоваться. Значит, воспользоваться надо тем, что это естественное преобразование. Значит, воспользуемся тем, что это естественное преобразование. Время трения такими вещами надо пользоваться. Как мы видели в прошлый раз. Вот. Ну, то есть квадратик надо нарисовать. Ну, давайте нарисуем квадратик. Вот у нас есть x, y. Тут у нас есть Пси. Вот. Есть у нас T от x. Это это x. Есть у нас T от y. Это это y. Ну, а тут T от Пси. Вот. И что мы видим на картинке? Мы видим, что T от Пси в композиции с это x. Вот эта штука. Ее можно переписать как это y в композиции с Пси. Вот. А вот это вот, значит, это просто из определения алгебры, которую я не дописал. Вот. А, нет, дописал. Вот. Из определения алгебры вот эта штука – это просто тождественное отображение на ик. Получается само Пси. Вот. То есть тут мы бы воспользовались тем, что это естественное преобразование. Ну, и воспользовались вот это вот аксиома единицы в алгебре. Вот. Ну, и получили, соответственно… Ну, да. Получили, соответственно, что это взаимообратные объекции, но не теорема доказана. А вот. Ну, смотрите, значит, для наших старых примеров, для побольшей части это теория неудивительно, потому что мы просто с самого начала фунта РТ так и строили. Вот. Смотрите, если я, например, возьму… Ну, пример. Давайте приведу пример. Значит, пример. Ну, вот если вот наш старый пример, допустим, С – это категория множеств. Вот. А Т – это просто композиция забывающего функтора. Ж в композиции СФ, где Ф – это свободный функтор из СЭЦ в группс, например, ну, или в моноиды. Вот. А Ж – это забывающий. Вот. Ну, тогда мы из этой теоремы, конечно, ничего нового не получим. Мы как раз просто восстановили… То есть вот у нас просто дана композиция Ж в композиции СФ, а мы из нее по отдельности восстановили Ф и Ж. Вот. Просто восстановили Ф и Ж. Ну, и вот эту категорию создана. Значит, просто восстановили… Вели по СЭЦ и Т. Значит, категорию Groups. Категорию всех групп. Вот. Ну, и вот эти два функтора. Ну, то есть напомню, что группы – это просто алгебры над этой монатой. Вот. Ну, конечно, в тех случаях, когда Т не очевидно, каким образом получался из композиции двух функторов, ну, тогда получается что-то интересненькое, более интересное. Да, ну, вот, допустим, множество… Поле с одним элементом. Да, давайте расшифруем. Значит, пример. Вот это вот у нас был функтор T из Sets, который добавлял неподвижную… Отмеченную точку. X отправляется в X дизельном объединении с точкой. Вот. Ну, давайте расшифруем, что такое у нас будут функторы F и G и вот эта категория D. Значит, категория T алгебры – это мы в прошлый раз видели. Значит, T алгебры – это множество просто с отмеченной точкой. Вот. Ну, функтор F, соответственно, просто из множества выдает множество с отмеченной точкой. Просто внешне присоединили отмеченную точку. Значит, присоединили отмеченную точку. Вот. Ну, а G теперь просто забывает, что у нас есть отмеченная точка. G просто забывает отмеченную точку. Вот. Ну, в случае, когда T – это множество ультрафильтров, да, мы видели, что монады на T – это просто компактные… В смысле, алгебры на T – это просто компактные топологические пространства. Вот. Ну, а функторы, соответственно… Один функтор – это вот компактификация струна чеха. Ну, давайте с вами поговорю. Ну, вернее, я запишу наоборот на доске. Значит, пример. А если T, как бы T – это множество ультрафильтров на X. Ну, вернее, функтор, который множество сопоставляет множество ультрафильтров. Вот. Тогда T-алгебры, как мы видели, T-алгебры можно отождествить с компактными топологическими пространствами. Значит, функтор F. Значит, что такое свободное компактное топологическое пространство? Значит, F от X – это просто компактификация струна чеха. Ну, это определение, на самом деле, компактификация струна чеха. Компактификация струна чеха дискретной топологии на X. Вот. Ну, а G – это просто забывающий функтор. Забыли структуру топологического пространства. Вот. А морфизмы в этой категории – это просто непрерывное отображение. Так. Ну, в этой категории морфизмы – это, понятно, гоморфизмы групп. И вот как раз вот коммутативность вот этой диаграммы и говорит, что у нас не просто теоретика множественного отображения между другими группами, но сохраняет операцию. Вот в этой категории морфизмы, значит, это отображение, сохраняющее неподвижную точку. И снова коммутативность этой диаграммы как раз вам даст, что сохраняется неподвижная точка. Вот. А в этой категории морфизмы – это просто непрерывное отображение. Это вот такой аналог, так сказать, ну, вот как в детском анализе вас учат, значит, что что такое непрерывная функция. Это значит, что если там… Она предел последовательности переводит в предел последовательности, да, сохраняет пределы последовательности. Ну, вот то же самое, только тут надо брать пределы по ультрафильтрам. Вот, оказывается, отображение между компактными топологическими пространствами непрерывно, тогда и только тогда, когда оно сохраняет пределы по ультрафильтрам. А вот, ну хорошо, в общем, с монадами на этом, пожалуй, закончим. Давайте сейчас к другой теме перейдем, влажный. Так, ну тема вообще, так сказать, топоса, да? Вот, но хочется сначала сказать немножко, предварительно, что это такое, с чем его едят. Вот, ну вот есть разные, так сказать, то есть, ну давайте тема заглавим. Ну у нас будут встречаться только элементарные топосы, поэтому я слово элементарные даже иногда буду пропускать. Вот, ну что это такое, значит? Ну, во-первых, где это появилось, значит? Вот, топосы появились на самом деле в алгебрической геометрии. А вот, потому что, чтобы, так сказать, проводить всякие конструкции над многообразиями, аналогичные, допустим, конструкциям в топологии, на самом деле вот необходимо как-то, ну вот расширить что ли категорию, да? То есть, погрузить нашу категорию многообразий в какую-то категорию, где у вас больше операций. Вы можете, например, всякие пределы брать, да, там, всякие расстоянные произведения, там, не знаю, лавнить или какие-нибудь считать. А вот, дальше выяснилось неожиданное, ну может быть и ожидаемое, уж не знаю кому как, что на самом деле, вот, то, что в итоге получается, ну, во-первых, эта категория в каком-то смысле похожая на категорию множеств, но это неудивительно, потому что она и пародировала категорию множеств. Вот, ну и удивительно, что вот если посмотреть на, значит, внутреннюю логику, ну, в буквальном смысле внутреннюю логику, да, там, вот, если посмотреть на, так сказать, интерпретацию всяких формул, вот, то получается, что получающаяся логика, она не классическая, да, где выполнен закон исключенного третьего, вот, а интуиционистская, где закон исключенного третьего нет. Вот, и получается, что, значит, топос, это такой объект, с одной стороны, геометрический, да, он строится по каким-то многообразиям, вот, а с другой стороны, такой объект логический, да, то есть, вот, это такая вот модель, значит, интуиционистской теории множеств, как бы говоря. Вот, ну, вот, то есть, вот то, что там раньше называлось, там, всякие алгебры гейтинга, там, вот такие вот всякие вещи, это на самом деле, вот, просто, вот, интерпретируется в терминах топосов. Вот, ну, давайте немножко более, значит, детально сейчас поговорим. Ну, да, естественно, в последнее время, так сказать, в последнее время модно стало применять топосы, опять же, к, ну, в каком-то смысле, в кавычках, программированию, на самом деле, не совсем к программированию, а к автоматическому доказательству теорем. Вот есть целая, так сказать, целая наука про автоматическое доказательство теорем, да, вот, и вот оказывается, что, ну, естественно, компьютер не сможет придумать неконструктивное доказательство, компьютер умеет придумать только конструктивное доказательство, вот, поэтому понятно, что там логика должна быть не совсем классическая, но вот оказывается в рынках топусов тоже это все формализуется. Есть там системы всякие, но вот такая система наиболее известная. Ну хорошо, значит, давайте все-таки какие-то определения скажем. Ну, что хорошо в категории множества? Давайте, значит, один первый подзаголовочек, который у нас будет, а первый подзаголовочек такой, дикактовая замкнутость. Ну а наш каринг. Вот, дикактовая замкнутость это следующая штука, но вот вы знаете, что функция от двух аргументов, значит, home в категории sets, из x крест y в z. Значит, функцию от двух аргументов можно представить как функцию от одного аргумента, которая отображается в функции тоже от одного аргумента. Значит, home в sets, это из x крест y в z. Значит, естественно, изоморфно, home опять же в sets, из x. Ну вот куда? Ну вот на самом деле в home из x крест мы понимаем как множество, да? Вот, но это уже не home в категории sets, да? А это множество. Множество отображений из y в z. Ну то есть по совместительству это, конечно, просто home в категории sets, но это так совпало в случае. А вот, значит, еще раз, что это значит? Значит, что функция от двух аргументов, да, если у вас есть функция какая-то x, y, значит, ее можно представить как функцию какую-то f от x, которая y приводит в f от x, y. Понятно, да? Вот, то есть если мы зафиксируем первый аргумент, то получается функция от одного аргумента. И функция от двух аргументов, она полностью контролируется вот этим вот набором. А в каких категориях прямое произведение тоже там? Нет, смотрите, в других категориях... Так, прямое произведение мы... Прямое произведение, оно определяется другой формы. Значит, какую форму определяется прямое произведение? Прямое... Так, значит, прямое... А произведение по определению это такая штука, там home в другую сторону. Это в любой категории верно. Значит, прямое произведение – это такая штука. Значит, это home, ну, естественно, и замовлено, home zzx, крест, home, zzx. То есть вот это, то, что написано слева, это определение прямого произведения. Значит, в любой категории. То есть то, что написано вот здесь, это вовсе не определение прямого произведения, потому что оно говорит наоборот. То есть это определение говорит, как выглядит отображение в x крест y, а это определение говорит наоборот, как выглядит отображение из x крест y. Поэтому существование вот такой штуки – это некоторое условие на категорию нетривиальная. Вот, ну, и все обратили внимание, что это как-то очень похоже на сопряженность какую-то, да? Ну, вот давайте поймем, что сопряженность между чьим и чьим. Ну вот, ну да, это действительно сопряженность, так сказать, вот этого внутреннего home и прямого произведения. Да, значит, сейчас подчеркну. Вот тут home yz, давайте я даже напишу его, значит, стандартное обозначение для него это home. Или home подчеркнутый снизу, или вот такой вот. Рукописанный home – это уж зависит от, так сказать, типографских возможностей. Вот, ну и, соответственно, от почек в тетради это писать. Вот, ну я буду, наверное, подчеркивать. Вот, это внутренний home, да, то есть это просто… это некий… это рассматривается как объект в категории sets в данном случае. Да, то есть можно смотреть home внешний. Внешний home – это что такое? Внешний home – это всегда множество. Какую мы категорию не возьмем, home между двумя объектами – это всегда множество. Вот, а тут home между двумя объектами – это вот новый объект в этой категории. Поэтому он называется внутренним home. Ну, для sets, конечно, одно с другим совпало, но, опять же, это такое, случайное совпадение. Вот, давайте посмотрим, значит, что это за сопряженность такая. Ну, вот один функтор… один функтор вот такой. Прочек крест Y сопряжен слева к вот такому home Y-прочек. Правильно, да? Вот, откуда-куда эти функторы? Значит, вот этот функтор из категории… Ну, давайте у нас теперь произвольная будет категория. Пусть все теперь произвольная категория, ну, в которой существуют произведения. Ну, конечное, допустим, произведение. Конечное произведение, вот, ну и терминальный объект, который является произведением пустого семейства. Значит, это терминальный объект. Вот, значит, тогда можно рассмотреть вот такой вот функтор, да, который… Ну, формально что он делает? Он X отправляет в X крест Y. Это функтор из C в C. Вот. Если к нему… ну, он сопряжен слева, значит, это к нему сопряжен справа. Вот, если к нему существует сопряженность справа… А вот, то… А вот, то… Он обозначается вот так вот внутренним… Он называется внутренним хомом. Вот. Ну, и обозначается вот так. Вот, ну, соответственно, категория называется дикактово… Категория называется дикактово-замкнутая. Значит, дикактово-замкнутая. Вот, если в ней существует конечное произведение и внутренний хом. Вот. То есть, конечное произведение, то есть, любого конечного… Ну, то есть, достаточно двух, естественно, требовать, потому что по индукции это работает. Последовательно брать произведение, это всегда работает. Вот. Ну, и терминальный объект, который произведение пустого семейства, да. Внутренний хом – это просто для любой пары. Значит, внутренний хом, да. Ну, то есть, имеется в виду, смотрите, что это значит. Эта штука еще от Y зависит. То есть, имеется в виду… А вот этот функтор зависит от Y, да. То есть, имеется в виду, для любого Y существует сопряженный справа к этому функтору, который обозначается вот таким вот образом. Ну, соответственно, как мы видели, категория множеств, естественно, дикоактова замкнутая, да. Давайте какие-то еще примеры приведем. А вот, давайте приведем следующий пример. Давайте рассмотрим теперь, допустим, не множество, а множество действиям группы. Вот, вот это, оказывается, тоже дикоактова замкнутая категория. Так, сколько там времени? То ли пока делать перерыв, то ли позже делать перерыв. Ну, давайте сейчас вот сделаем перерыв. Пять минут, да. Ну, давайте примеры приведем. Значит, ну, опять мы увидели, что… А категория множества, конечно, дикоактова замкнутая. А вот вторая, например, это вот пусть G-группа. Вот, и давайте рассмотрим G-множество. То есть я множество с действием G-категории. Вот, ну, а монофизма – это эквариантное отображение. Вот, тогда она тоже дикоактова замкнута. Значит, G-sets тоже дикоактова замкнута. Вот, ну, то есть нам надо определить внутренний хом между двумя G-множеством. То есть это должно быть снова G-множество. Ну, вот давайте его определим, значит, это просто, значит, как множество… Как множество – это просто обычный хом. Так, ну, в категории множество, обратите внимание. То есть Y и Z – они с действиями G. Значит, в хом категории G-sets – это G-квивариантное отображение. А мы берем все отображения. Вот, но задаем при этом действие G. Вот, задаем действие G. Ну, по обычной формуле. Если у вас есть какое-то F из Y в Z, вот, то GF задается по формуле GF от Y. Это G, F G в минус первый Y. Значит, смотрите, во-первых, мы подействовали на аргумент и написали G в минус первый. Ну, потому что, когда мы действуем на аргумент, надо писать G в минус первый. Вот, и умножили на G. Вот, ну, тогда получается G-множество. Получается G-множество. Вот, ну, давайте я в качестве упражнения оставлю проверить, что, действительно, есть функция сопряженности. А вот давайте я просто, значит, продемонстрирую, почему именно так разумно взять. Ну, вот это то, что называется, значит, глобальное сечение, да. Значит, глобальное сечение. Вот, смотрите, я в качестве... Вот, если у нас есть функция сопряженности, то в качестве X я могу взять терминальный объект, раз у меня он есть. Вот, тогда что у меня получается? Что такое терминальный объект Crestedric? Ну, и замок. Как вы думаете? Ну, если на множество посмотреть... На множествах терминального объекта что такое? Значит, множество, в которое из любого есть единственная стрелка. И да, одноэлементная. Вот, поэтому, если мы умножим на одноэлементное множество, что получается? Что, на одноэлементное множество эти как-то умножили? Просто Y, конечно. Вот, ну, понятно, что это всегда так верно, потому что, смотрите, что такое задать HOME из Z сюда? HOME из какого-то Z задать сюда, это значит задать пару из Z сюда и из Z в Y. Но отображение Z в терминальное, оно всегда одно. Поэтому HOME, значит, HOME из Z сюда, это просто то же самое, что HOME из Z в Y. Так как HOME из Z в терминальный объект, это просто одноэлементное множество. Вот, ну и по лиме Янета, значит, получается, что и всегда вот это произведение должно просто быть быть и замокным самого Y. А вот. Тогда что стоит в левой части? Если в качестве X я подставлю терминальный объект, я получу, что HOME в моей категории, ну, C какой-то, из Y в Z, это HOME, опять же, в C, из одноэлементного, из терминального объекта во внутренний HOME. То есть еще раз, HOME в моей категории, я могу восстановить из внутреннего HOME, просто взяв HOME из терминального объекта. Вот этот вот функтор HOME из терминального объекта, это и называется функтор глобальных сечений. Ну, для этого надо, конечно, как раз немножко знать алгебраическую геометрию, чтобы понять, почему он так называется. Вот, а пока просто это название. Вот, то есть обычный HOME, категорный HOME, это глобальное сечение внутреннего HOME. Вот, теперь давайте посмотрим, в нашем случае же множеств. В нашем случае же множеств HOME между двумя же множествами это эквавариантное отображение, правильно? Вот, а что такое глобальное сечение? Если у меня есть G множество, что такое HOME из терминального объекта в какое-то G множество? Значит, это эквавариантное отображение из одноэлементного множества в наше множество. Что такое эквавариантное отображение из одноэлементного множества? Значит, а... Не, ну у нас есть G множество какое-то, да? Значит, если бы у нас были просто множества, то что такое отображение из одноэлементного множества в множество? Это просто выбор элемента. А тут выбор не абы какого элемента, а какого, чтобы это было G-вариантным. Да, это выбор неподвижного элемента. То есть, например, для G-множеств глобальные сечения – это просто неподвижные элементы. Глобальные сечения – это неподвижные элементы. Вот, соответственно, мы хотим, чтобы эквивариантные отображения – это были такие отображения, которые неподвижны относительно этого действия. Ну, действительно, действие выборно таким образом, что функция F эквивариантна тогда и только тогда, когда G-F равна F. Значит, F из Y в Z – эквивариантное отображение тогда и только тогда, когда G-F равно F для любого G. Просто мы специально так определили действие. Вот, ну а то, что для любого X получается то, что надо, ну, это я еще раз оставлю в качестве упражнения. Вот, то есть категория G-множеств, она тоже декартово-замкнута. Так, значит, не пример. Топологические пространства не будут декартово-замкнуты категории. Ну, потому что, на самом деле, свойство быть декартово-замкнутым накладывает ограничения на этот функтор произведения, да? То есть мы же знаем по теореме Фрейда, когда к X-функтору существует сопряженный. Для этого он должен, значит, сохранять копределы. Вот, а произведения топологических пространств, вы можете проявить, а для произведения топологических пространств копределы не сохраняются. И это проблема. А вот, ну, значит, надо как-то исправлять эту ситуацию. А вот, ну, вот есть, оказывается, категория, значит, компактно порожденных топологических пространств. Значит, компактно порожденные топологические пространства. Но я не буду сейчас говорить, что это такое. Если кому-то хочется, посмотрите там в Википедии. Вот, ну, все пространства, с которыми вы на практике встречались, они, конечно, компактно порожденные. Там всякие там многообразия, там, не знаю, что-нибудь еще. Вот, то есть это надо постараться именно придумать пример некомпактно порожденного. Ну, хотя можно, если очень хочется. Вот, например, какое-нибудь бесконечное дискретное множество, наверное, да, не получится. Вот, хорошо, вот компактно порожденные топологические пространства. Вот, вот там, значит, это уже декартово замкнутая категория. Вот, то есть, в частности, мы должны уметь строить внутренний хом, да, то есть, вот мы должны уметь множество всех отображений из Y в Z наделять структурой топологического пространства. Вот, ну, это наделяется структурой топологического пространства с так называемой компактно открытой топологией. Я надеюсь, вам говорили это, нет? Не было таких слов. Вот, как наделить топологией множество отображений из одного пространства, непрерывных отображений из одного пространства в другое? Создать топологию на одного, а потом сказать, что все прообразы – это база. Нет, так, наверное, не сработает. Так совсем не сработает. Вот, то есть, надо, ну, то есть, это, тут вот, ну, это действительно задается, там, базой топологии, ну, или предбазой топологии. А предбаза топологии такая, что, значит, вы выбираете здесь открытое подмножество. Значит, открытое. Вот, а здесь вы выбираете, наоборот, компактное. Вот, и у вас, значит, предбаза состоит из, значит, таких простых, ну, по всем парам k и u состоит из таких отображений, которые k отправляют внутрь u. То есть, еще раз, у нас на x, y уже есть? Да, на y и z у нас уже есть топология. Вот, а теперь мы хотим множество непрерывных отображений из y в z наделить структурой топологического пространства. Вот, ну, вот это делается при помощи компактно-открытой топологии. То есть, в качестве предбазы берется такие f, что f отказа содержится в u. По всем компактным подмножествам здесь и открытым подмножествам здесь. Вот. Ну, вот, и тогда действительно выполняется, вот, если у вас пространство компактное порожденное, тогда выполняется вот эта вот сопряженность. Это действительно внутренний хум. По всем компактным k, по всем открытым u, и это предбаза топологии. Может, это даже базой будет, но я не уверен. Давайте для надежности, скажем, предбаза. Потому что мне сейчас лень думать. А вот. Ну, в общем, то, что порождает топологию, вот, получается... Ну, конечно, надо проверять после этого, что это само по себе компактно порожденное топологическое пространство и так далее, но это все делается. Вот. То есть, вот в этой категории, на самом деле, вот всякую там алгебраическую топологию, всякие там гомотопии и так далее, ее надо делать вот в этой категории. Потому что, конечно, вы хотите, да, там, в качестве x, когда вы берете, там, ну, например, в качестве x или в качестве y, когда вы берете, например, отрезок, а вы хотите, чтобы у вас какие-то такие формулы выполнялись. А вот. Ну, хорошо. Ну, или окружность, к примеру. Да, то есть, например, например, что такое P1 от x? Ну, надо взять хом, внутренний хом из S1 в x. А вот. Ну, это топологическое пространство. Ну, и посчитать у нее компоненты связности. И 0 – это функция компонентов связности. Вот. Вот такого типа формулы, они, значит, хорошо работают для компактно-прожденных пространств. Вот. Вот это фундаментальная группа. Это компоненты связности. Ну, думаю, просто откуда-то получается еще структура группы. Ну, на самом деле, из структуры когруппы в S1, да? А вот. Ну, неважно. Структура группы получается из того, что есть отображение из S1 в, значит, в... связанное объединение S1 и S1 в букет. Значит, это называется все такое букет S1 и S1. Вот взяли две окружности, склеили их по точке. Да? И вот, оказывается, восьмерку можно пройти одним движением. Ну, естественно, можно. Ну, вот это вот отображение, которое восьмерку проходит одним движением, оно выдает вам вот такое отображение. Поскольку здесь HUM мы потом применяем, это все дуализируется, и получается отображение из P1 от X крест P1 от X в P1 от X. Вот это и есть структура группы. Вот. Ну, вас так, конечно, и учили. Вас учили так, как брать композицию петель, но сначала пройти по одной петле, а потом по другой. Это и есть вот одним движением пройти восьмерку. А вот, ну, хорошо, значит, да, ну, там, допустим, всякие программистские примеры, да. Вот если у вас, чтобы это не означало, значит, у вас категория типов, да. То есть объекты этой категории – это типы данных каких-то. Значит, объекты – это типы данных. Вот морфизмы. Ну, вот процедуры, которые функции, которые функции в программистском смысле, вот, которые из одного типа изготавливают другую. Ну, в смысле, из объектов одного типа изготавливают объекты другого типа. Ну, давайте, точнее, напишу. Вот если у нас есть тип А и тип Б, то морфизм изав Б – это функция, которая принимает объект типа А и возвращает объект типа Б. А вот, тогда вот хочется, чтобы действительно она была, эта категория была декартово-замкнутой. Значит, хочется иметь произведение, да. То есть произведение – это что такое? Произведение, ну, вот это вот пара, да, как бы она ни называлась. То есть это может называться структурой там, да, или еще как-то. Но в любом случае вам хочется уметь по объекту одного типа и еще одного объекта другого типа строить, так сказать, их пары. Ну, вот, как бы это в языке программирования ни называлось, но в большинстве языков программирования, естественно, такая конструкция есть. Вот. Ну и, а вот, да, что такое терминальный объект? Это интересно. Значит, терминальный объект, ну, это какая-то такая штука, что существует только одна функция, которая выдает его. А вот, ну, вот это то, что там в C называется вот так, да, там где-то еще по-другому может называться еще как-то. В любом случае вам нужен, как правило, у вас есть тип данных, который говорит, что на самом деле никаких данных нет. Да, то есть, например, функция, возвращающая этот тип на самом деле, ну, если у вас функциональный язык, она на самом деле просто ничего не делает. Если у вас не функциональный язык, она, конечно, может иметь какие-то побочные эффекты, да. Например, выводить что-то. А вот, а функция, которая принимает этот тип, она на самом деле это просто константа. Да, если функция ничего не принимает, то она просто вот в конце выдает, выдает постоянный объект какой-то. А вот, ну, хорошо. А где как-то замкнутость, как раз говорит, что мы хотим уметь строить вот такие внутренние хомы, да. То есть у нас должен быть тип данных, который, то есть, что функцию, функцию тоже можно рассматривать как данные такого типа, которые вот а переводят в b. Вот. Ну, вот это то, что называется, значит, вот это лямбда-конструкция. То, что называется. Ну, в чистом C, конечно, чистый C не будет декартово замкнутым, там нет способа рассматривать функцию действительно как объект такой природы. Вот. Но, естественно, во всяких расширениях, так сказать, лямбда-конструкция, лямбда-вражение, да, это называется? Лямбда-вражение. Вот. Во всяких расширениях, которые сейчас в качестве стандарта принимаются, ну, принято уже давно, вот, лямбда-вражение, естественно, есть. А вот. Ну, и вот как раз то, что должен быть способ записи, так сказать, функции с двумя аргументами, как функции с одним аргументом и одним фиксированным. А вот. Ну, вот это тоже можно или при помощи лямбда-вражения как раз, да, вот что это такое. Это как-то в лямбда-вражении это будет так называться Чего там лямбда? Почему я там лямбду-то хочу взять по x? По y, наверное, да? Лямбда y от x, y. Вот. А вот. Ну, а если я лямбду не хочу брать, то я могу просто в некоторых языках я могу написать просто f от x. Если я f от x применяю к y, то он автоматически это сконвектирует в f от x с y. Это то, что называется каринг. Вот. Ну, это, в общем, эквивалентные вещи, естественно. Вот. Ну, хорошо. Значит, такие вот примерчики. Но, на самом деле, у нас будут еще примеры попозже, когда мы, собственно, про топосы начнем говорить. Вот. То есть мы видим, что, значит, категория множества, она от других отличается в частности тем, что она декартово замкнута. Вот. Но это еще не все, так сказать. Ну, мало ли, вот категория компактно-прожненных технологических пространств тоже декартово замкнута. Тем не менее, она совсем не похожа на категорию множества. Вот. Категория же множества, она очень похожа на категорию множества, тем не менее, да? Вот. Давайте поймем, что же такое, так сказать, что объединяет первые два примера и не работает в четвертом. Вот. Ну, в пятом, наверное, тоже не работает, кстати. Вот. Давайте, значит, следующая штука, которая вот как раз вот, то, чем множество отличается от всего остального, вот. Вот. Это то, что называется классификатор подобъектов. А по-русски характеристическая функция. Значит, такой вот подзаголовочек. Значит, классификатор подобъектов. Вот. Вот. Вот уже характеристическая функция. Вот. Чем хорошее множество? Множество хорошее тем, что если у вас есть какое-то подмножество, а подмножество в В, да? Так, ну, значит, что значит а подмножество в В? Это можно на языке категории сформулировать. На языке категории мы скажем, что у нас есть мономорфизм из А в В. Помните, да, что такое мономорфизм? Монорфизм – это на то, что с одной стороны можно сокращать. Вот. Эпиоморфизм – это на то, на то, на что с другой стороны можно сокращать. Вот. Хорошо. Есть подмножество А подмножество в В. Так вот, подмножество А можно задать при помощи характеристической функции. То есть, чтобы задать А, чтобы задать А, вот, можно рассмотреть значит, характеристическую функцию А из В в множество 0,1. Вот. Ну и А – это будут в точности такие элементы, на которых значение этой характеристической функции равняется единице. Вот. То есть, задать под объект, задать подмножество, это все равно, что, на самом деле, задать какую-то функцию из В в двухэлементное множество. Вот. Естественно, мы этим, так сказать, пользуемся вдоль и поперек, и даже особо об этом не задумываемся. Вот. Но это как раз и вовно то, что, так сказать, категория множества отличает от всех остальных в каком-то смысле. Вот. Давайте это чуть более категория сформулируем. Значит, потому что, ну, тут какое-то множество какое-то непонятное. Давайте все на языке стрелок сформулировать. Вот, смотрите, что мы хотим. Мы хотим, вот у нас есть мономорфизм. Да, мономорфизм. Давайте я вот так вот буду стандартно обозначить. Мономорфизм вот так. Значит, а и поморфизм вот так. Я, может, уже так обозначил, но напомню тогда. Вот. То есть, если у нас есть вот такой вот мономорфизм, то на самом деле его можно задать следующим образом. Вот давайте вот это вот попробуем перевести на русский язык. Так, во-первых, у нас есть какое-то двухэлементное множество. Ну, непонятно, что такое, но вот просто давайте это как одно обозначение воспринимать. Ну, а чтобы, так сказать, не смущать, давайте его обозначим буквой омега. Вот у нас есть вот множество омега какое-то. Ну, на самом деле, это двухэлементное множество. Вот дальше у нас есть привилегированный элемент в этом множестве. Да, единичка. Ну, что такое привилегированный единичка? Это просто. Значит, у нас есть отображение звездочки в омегу. Вот, да, есть обозначение звездочки омегу, которое будет обозначаться вот так вот. Отображение true. Ну, потому что это, значение истины. Вот мы хотим взять объекты, эти элементы, на которых вот характеристическая функция принимает значение истины. Вот. Так вот, значит, тогда что говорит вот эта конструкция? Вот давайте поймем вот это отображение, как его закодировать. Ну, вот так его закодировать, да, что такая диаграмма коммутативная. Во-первых, такая диаграмма коммутативная, это вот эта часть условия, что все элементы А удовлетворяют вот этому. Значит, диаграмма коммутативная. Вот, ну, а тут говорится нечто большее, что А это в точности множество тех, которые удовлетворяют этому условию. Но мы это тоже знаем, что это значит. И более того, А это просто расцвоенное произведение B и звездочки над омегой. Значит, А просто расцвоен, ну, замок, естественно. B крест звездочка над омегой. Вот, ну, посредством вот этих вот отображений характеристической функции А и вот этого отображения от Ту. Вот, то есть, иначе говоря, вот эта штука это Декартов квадрат. Это у нас такое выражение. Ну, Декартов квадрат или социальное произведение это одно и то же. Ну, вот категория и называется Декартов тфу. Значит, мы говорим, что в категории есть классификатор подобъектов. Значит, говорят, что в категории есть классификатор подобъектов. Вот, если действительно есть вот такая стрелка, в какой-то объект омега привилегированный, вот такая, что ну, вот, мономорфизм так получается. А именно получается, как произведение, проекционное произведение, ну, вот, Бэк, в который он бьет, и звездочки над омегой. Для какого-то, для какой-то функции хиота. Значит, для какой-то, давайте я даже добавлю для какой-то единственной хиота, наверное, единственность с автоматом, но я думать не хочу, поэтому давайте я напишу для единственной хиота. для того, чтобы задать подобъекты где-то, это все нужно задать, да, если у нас есть произвольная категория, если есть мономорфизм, то А называется подобъектом в Б. Вот, вернее, строго говоря, подобъекты на самом деле класс эквивалентности таких, потому что А можно же заменить на изоморфный, а вот, вот класс эквивалентности таких вот стрелочек называется подобъектом. Можно же просто сказать, что не станет скелетом расправить? Можно, но не нужно, да, теоретически можно, но, так сказать, скелет это всегда, это в чем-то проще, да, но вот, но в чем-то сложнее, да. А вот, ну хорошо, вот, ну давайте теперь введем понятие элементарного топоса, наконец. Значит, элементарный топос это вот категория, похожая на категорию множества, вот в этом смысле. Значит, что, во-первых, в ней есть конечные пределы, уже не только произведения, все конечные пределы. Значит, это определение, значит, элементарный топос, вот такая категория, в которой есть все конечные пределы, ну в частности, терминальный объект тоже. Значит, которая декартово замкнутая, значит, декартово замкнутая, вот, ну и с классификатором подобных объектов. ну вот, ну на самом деле в ней есть и конечные копыри делы тоже, вот, но это все довольно сложная теорема, поэтому можно, в принципе, при желании это засунуть в определение. На самом деле автоматически есть конечные копыри делы. вот, ну давайте примеры элементарных топосов приведем. вот, про что-то я докажу, про что-то не докажу. Наверное, может быть, в следующий раз что-нибудь докажу. вот, ну первый пример это, конечно, sets, с которого все началось. sets, это элементарный топос. Вот, ну на самом деле, поскольку мы тут везде поставили слово конечный, вот, то второй пример можно взять, например, конечное множество и все работает. это тоже элементарный топос. Вот, третий пример такой. Ну давайте рассмотрим G множество. Вот, пусть G группа, вот тогда, значит, G sets, вот тоже элементарный топос. А вот, ну нам надо классификатор под объектов построить, но классификатор под объектов это тупая штука. омега это просто тоже 0,1 с тривиальным действием G. А вот, то есть пока что то, что мы видели в классификаторе под объектов, он, в общем, пока что никакой, никакой фантазии нет. Это просто вот было множество 0,1. А вот, четвертый пример, это я доказывать не буду, в качестве упражнения, пожалуй, оставлю, но потом мы это выведем из более общего факта. Значит, а вот теперь пусть M манует. Вот тогда множество действий мануида тоже элементарный тупус. Но это уже гораздо более хитрая вещь. Значит, потому что классификатором под объектов там будет, значит, это будет множество левых идеалов B. Ну, надо объяснить, что такое левый идеал в мануиде. Вот, то есть такое вот множество, ну, что такое идеал? E, это подмножество V, такое, что для любого X из I и для любого M из M M на X тоже лежит в I. Ну, то есть, как в кольце, только сложения нет, есть только умножение. И мы требуем, чтобы относительно левого умножения на любой элемент наш E был неподвижен. Вот, ну и не пустой, естественно. Наверное, сейчас. Поможешь? Нет, тут не надо, как раз, сказать, что не пустой, мне кажется. Тут не надо. а вот, то есть, в группе, в группе левых идеалов как раз ровно два, пустой и полный, да, и вся группа, потому что, если есть хоть один элемент, то умножив слева на что угодно, мы получим вот тоже любой элемент. Ну, на подходящее что-то, вернее, мы получим любой элемент. вот, а вот тут, значит, тут не, тут какое-то вот нетривиальное, нетривиальный классификатор под объектом получился. Вот, ну хорошо. Так, давайте, значит, дальше примеры приводить. Да, то есть, в каком-то смысле, да, в каком-то смысле, уже здесь видно, что получится такая многозначная логика, да, потому что, вот обычная классическая логика, с которой связаны там булево алгебра и так далее, она основана на том, что характеристическая функция принимает только два значения, 0 или 1. Вот, а вот уже в этой ситуации, как вы видите, она может принимать несколько значений. Вот, ну ладно, давайте, давайте дальше двигаться. Вот примеры, ради которых все и вводилось. Сейчас будут. значит, пятый пример такой, вот если c малая категория, вот давайте рассмотрим категорию функторов из c в sets. Вот, то есть объекты это функторы, вот, морфизм и естественное преобразование. А вот, тогда эта категория, вот, это тоже элементарный топос. Вот, какой там классификатор под объектом, это я в следующий раз расскажу, он довольно хитро выглядит. Обратите внимание, значит, что 3, 4, ну, понятно, что 3 это частный случай 4, а 4 это частный случай 5. Значит, 4 это частный случай, когда просто объекты c состоят из одного элемента. Да, как мы знаем, категория с одним элементом это как раз и есть мануид. с одним объектом это как раз и есть мануид. Значит, а функторы из этого мануида множатся, это множатся с действием мануида. Вот, так что классификатор под объектом тут тоже будет выглядеть довольно хитро. Вот, ну, значит, есть частный случай, естественно. А вот, частный случай 5, например, давайте рассмотрим категорию графов. Ну, так как мы ее рассматривали. Значит, под графами мы подразумевали функторы вот из такой категории в категорию множеств. Да, вот то, что сюда, вот это было множество ребер, вот это было множество вершин, было и были две стрелки. Вот, вот в таком смысле категория графов это тоже топос. Ну, так, я везде говорю топос, ну, элементарный топос, естественно. Вот, ну, вообще, на самом деле многие категории получаются на самом деле вот так вот. как функторы из какой-то категории в категорию множеств. Просто это может быть не сразу видно. Вот, ну, давайте еще примерчик приведем. Значит, пример такой, вот, пусть с топос, пусть с элементарный топос, и зафиксируем какой-то объект с. Вот, тогда можно рассмотреть категорию объектов над А. Напомню, что объекты этой категории это B вместе со стрелкой из B в A. Вот, ну, а морфизм это стрелки, которые делают диаграмму коммутативной. Вот, тогда цена да, это тоже топос, элементарный топос. Вот, это, это очень сложная теория, несмотря на, так сказать, высоту формулировки. Ну, вот, уже это довольно сложно, но это мы докажем, я надеюсь, в следующий раз. Вот, а это, так сказать, ну, можете попытаться, так сказать, можете попытаться придумать хотя бы какой-то там классификатор под объекты, это уже не банально. Вот, значит, это сложная теорема. Вот, вот, это то, что называется релятивизация, да, когда вот у нас есть какая-то абсолютная категория, вот, после этого мы взяли какой-то объект, и теперь рассматриваем уже объекты со стрелкой в этот объект. Ну, вот, оказывается, что вот релятивизация сохраняет свойство быть элементарным торпусом. И это тоже в алгебраической геометрии, это, конечно, с пошли рядом используется. Вот, ну, хорошо, ну, для начала, наверное, примеров хватит. Вот, давайте теперь посмотрим, значит, во-первых, почему-то, ну, зачем такие аксиомы, как они пользуются? А, уже не посмотрим, да? Значит, ну, вот, в следующий раз мы посмотрим, действительно, почему эта категория, почему элементарные топусы похожи во многом на категорию множеств, да? Например, в категории множеств любую стрелку можно представить как композицию сюръекции и инъекции, да? Значит, мы сначала склеиваем, а потом вкладываем. Вот, оказывается, в элементарном топусе то же самое видно в любом. Вот, ну, вот и такого, типа, да, допустим, в категории множеств, если какая-то стрелка и инъекция и сюръекция, то она изоморфизм. В элементарных топусах то же самое. Вот, ну, вот такого типа вещи, на самом деле, есть даже общий принцип, все, что вы можете без использования закона исключенного третьего доказать в множествах, вы можете доказать в элементарных топусах. А вот, вот, поэтому вот в этом смысле, так сказать, все такие вещи похожи на категорию множеств. А вот, ну и заодно мы вот, наверное, докажем вот эту теорему, посмотрим, как там, посмотрим, откуда вот такие вот жуткие вещи берутся, в частности. Ну вот, на сегодня все.